Здравствуйте! Сегодня пятница, а значит в эфире итоговый выпуск местопроисшествия программы, которая не только рассказывает о незаконных явлениях нашей жизни, но и пытается помочь обойтись без них. В студии Татьяна Караханова смотрите в нашем выпуске. Два трупа в Балт районе. 10 июля на улице Павлика Морозова жильцы обнаружили тела мужчины и женщины. На трупах зверские ножевые ранения, а у женщин следы изнасилования. Причиной жестокой расправы оказались деньги на банковской карточке. После совершения преступления предполагаемые убийцы забрали деньги и отправились их пропивать в один из баров Калининграда. Подробности в первом материале выпуска. Я за хворостом пошел, там в траве была впитанная лужа крови и муха куча. Мальчишки не сразу поняли, в чем дело. Трупы лежали в кустах в ужасном состоянии. Следы на живых ранения и приметы изнасилования сразу установили криминалисты. Жильцы вызвали сотрудников полиции. Только потом удалось установить личность одной из жертв. Мужчина оказался сыном жительницы улицы Павлика Морозова. С кем общался накануне ее сын, пенсионерка не знает. Я только отсюда и на огород. Не знаю даже с кем, когда и чего. Но знаю, что женщины у него не было, потому что ему дороже бутылка была. Личность женщины пока не установлена, но полицейским удалось задержать двух подозреваемых в преступлении. Один из них уже сознался в отделении полиции. Сначала ножницами начал убивать мужика, потом ножиком резать. Сейчас ведется следствие. Полицейские устанавливают причину жестокой расправы. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы. Насилие семьи, к сожалению, становится чем-то вроде нормы. Каждую неделю мы показываем сюжеты, посвященные этой теме. И этот выпуск вместо происшествия не стал исключением. Калининградец напивался, а потом распускал руки. Больше всех от главы семейства страдал пятилетний ребенок. Подробности в следующем сюжете. Минционерка в отчаянии. Пока ее дочь зарабатывает, зять пропивает все деньги. В состоянии алкогольного оптимения мужчина набрасывался на ребенка. На теле пятилетнего Вани повсюду синяки. Даже ответить на вопрос, мужчина не в силе. Зато агрессия на лицо. Отец совсем забросил обязанности главы семьи. Давно нигде не работает. Пропивают последние деньги. Полицейские забрали обидчика в отделение. Возможно, задержанному грозит лишение родительских прав. Дети страдают не только дома, но и на улице. Только за сутки на дорогах области пострадало четыре ребенка. Удивительно, что в этот момент рядом с малышами находились их родители. Первая авария произошла в Советске. Водитель Volkswagen сбил четырехлетнего ребенка. Девочка выбежала на дорогу перед машиной. С травмами ее доставили в больницу. Аналогичный случай произошел на улице Магнитогорской в Калининграде. Там ребенок вышел на дорогу из-за автобуса. В итоге мальчика сбило Ауди. Ребенок получил ушибы. А на улице Александра Невского в Калининграде в результате столкновения Opel и Renault пострадала двухлетняя девочка. Она находилась на заднем сидении на руках у мамы. В Горьевском районе Мазда съехала в Кривет и опрокинулась. Пострадали три человека, в том числе 12-летний ребенок. Госавтоинспекция убедительно просит в период летних каникул следить за своими детьми, находясь на проезжей части, держать мыши за руку. И в продолжении дорожной темы. Четверг на этой неделе выдался особенно дождливым. Из-за скользкой трассы многие водители не справились с управлением, что и произошло на Советском проспекте. После ДТП там образовалась огромная пробка. Наша съемочная группа стала очевидцем аварии. ДТП произошло в среду, 14 июля. Автомобиль «Хонда» поворачивал на улицу Чайковского, а «Ауди-100» ехал по Советскому проспекту. В итоге оба водителя так и не добрались до нужного адреса. Получается, да, виноват водитель «Хонды», то, что он не пропустил, не убедился в безопасности маневра. Но водитель «Ауди» тоже ехал с явным превышением, не учил погодных условий, что дорога мокрая, скользкая. И на полном ходу врезался совершенно ДТП. Он, видите, по характеру повреждения у машины нет просто переда. То есть явно он шел километров 80-90 с превышением. В результате аварии на Советском проспекте образовалась большая пробка. ГИБДД просит водителей и пешеходов в период сильных осадков быть внимательнее на дороге. Не все водители, попавшие в ДТП, отличаются порядочностью. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дух аварий. Водители сбили пешеходов и скрылись с места происшествия. Пострадавшие сейчас госпитализированы. Первое ДТП произошло в субботу 9 июля на Московском проспекте. Водитель мотоцикла сбил 35-летнюю женщину. Она переходила дорогу по зебре. Пострадавшая госпитализирована с открытым переломом и ссадинами. А мотоциклист скрылся с места происшествия. Другая авария произошла 13 июля на проспекте Победы. Водитель скутера «Ямаха» на прямом участке дороги сбил пешехода. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил переломы и ссадины. Всех очевидцев этих происшествий просьба звонить в дежурную часть по телефону 302-803-302-802-45-28-25. Взрыв в пункте металлолома. На улице Портовой при погрузке машины взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие. 29-летний рабочий госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. Подробнее об инциденте смотрите в следующем материале выпуска. Взрыв прогремел в понедельник около часа дня. На улице Портовой рабочие грузили машину с кислородными баллонами. Внезапно один из баллонов взлетел на воздух. В результате рабочий получил серьезные ожоги. Его срочно госпитализировали в центральную городскую больницу. Вчера был доставлен пациент с тяжелой производственной травмой, с ожоговым пламенем на площади 25% в состоянии ожогового шока. Состояние, наверное, тяжелое. Сейчас все работы на территории пункта приема металлолома приостановлены. Но газовые баллоны так никто и не вывез с места происшествия. Сами рабочие от каких-либо комментариев отказываются. Может, хотя бы пару слов скажете? Теперь пострадавшему придется провести в больнице минимум один месяц. В причинах взрыва сейчас разбирается следствие. Решил отомстить. Выпущенный из-под стражи в деле об избиении у торгового центра угрожает потерпевшему. Павел Белявский обратился за помощью в суд. Напомним, в апреле прошлого года двое мужчин, отец и сын, жестоко избили молодого человека на стоянке у торгового центра. Парень больше недели пролежал коми. В итоге молодой здоровый мужчина превратился в инвалида. О развитии этой истории смотрите в следующем материале нашего выпуска. Только три дня бывший курсант КВИПа был на свободе. После в адрес пострадавшего на парковке у торгового центра Павла Белявского посыпались угрозы. Хотя молодой человек посодействовал решению суда отпустить обидчика из-под стражи. Рассказали, что когда он пришел в клуб, занимается боксом, не знаю, занимается, занимался, но занимался точно. Начал там в своем окружении рассказывать, что они плохие, они меня закрыли, в Калининграде больше не жить, несчастного случая не спешать. Павел долго не думал и обратился в суд. Он написал заявление, но обвиняемый до сих пор находится на свободе. Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда рассмотрела касационную жалобу Белявского и его представителя, а также прокурора на решение московского районного суда, которым дело в отношении Бурлиных было возвращено прокурору. И также была изменена мера просечения в отношении Бурлина-младшего на подписку о невыезде и надлежащих доведения. Напомню, в мае месте 23-летний обвиняемый был отпущен из-под стражи, а рез заменили на подписку о невыезде. Тогда жестоко избитый в апреле прошлого года на порговке у торгового центра Павел Белявский на заседании суда не возражал такому решению. Родственники Бурлиных слезно просили отпустить своего младшего. За все это время молодой инвалид не получил никакой денежной компенсации. Обокрал 14 квартир. В Калининграде задержали злостного домушника. Только за три месяца мужчина обогатился на несколько миллионов рублей. В Центральном районном суде мужчине вынесли приговор. Наша съемочная группа присутствовала на судебном процессе. Этот молодой человек уже три раза отсидел в тюрьме. Все судимости за кражи. С марта по июнь этого года он обокрал 14 калининградских квартир. С помощью раздвижного ключа и отвертки он ловко вскрывал замки и похищал все ценности. Основная добыча – мобильные телефоны, ноутбуки и драгоценности. Все похищенное он продавал таксистам. Три месяца потребовалось оперативникам, чтобы выйти на след преступника. Отпираться 30-летний мужчина не стал и сознался в содеянном. Теперь, если мужчина будет признан виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. Одни наркоманы и алкоголики вечер для сотрудников полиции выдался достаточно насыщенным. На улице Невского разгулялись любители запрещенных препаратов, а центральный рынок заполонили выпивохи. Всех забрали в отделение полиции. Как это происходило, смотрите в следующем сюжете. Этот мужчина еле стоит на ногах. Речь больше напоминает звуки животных, а глаза почти не открываются. Свои 46 лет он уже наркоман со стажем. Но на употреблении героина его развлечения не заканчиваются. Заканчивать торжество наркозависимый будет в отделении. Этот молодой человек – постоянный гость отделения. Похоже, этот вечер он снова проведет в компании с полицейскими. Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртным и во время этого теряет сознание. Причем на проезжей части. Чтобы спасти выпивоху от ДТП, полицейские решили оставить его на ночь под своим контролем. Одни без проблем достают героиновую дозу, но для многих калининградских наркоманов этот наркотик сейчас не достать. Из-за дефицита героина многие наркозависимые стали больше употреблять мак. Сотрудники ГНК только у двоих задержанных изъяли 13,5 килограммов маковой соломы. Чтобы получить заветную дозу, наркоманы обратились к старому, но проверенному методу добычи зелья. Из растений мака два калининградца приготовили 13,5 килограммов наркотиков. В рамках операции «Мак» наркополицейские задержали ранее судимого 27-летнего жителя Гуриевска. К нём находились пакеты, доверху набитые маковой соломой. Общий вес составил 11 килограммов. Как выяснилось, предприимчивый мужчина несколько месяцев назад нашёл заброшенный участок, на котором высадил кусты мака. Всё это время он бережно ухаживал за посадками. Выращивал наркотики, задержанные даже не для продажи, а для собственного употребления. Когда пришла пора собирать урожай, его и поймали. В другом районе области, в посёлке Корнеево, Багратионовского района, в руки сотрудников УФСКН, попался 36-летний ранее судимый местный житель. Он нёс к себе домой для последующей переработки пакет маковой соломы. Вес собранного составил 2,5 килограмма. В управлении ГНК России по Калининградской области напоминают, всем, кому известно о посадках наркосодержащих растений, звонить по телефону доверия 570707. Конфиденциальность гарантируется. Вышел за сигаретами, распрощался с одеждой. 11 июля на улице Иванникова двое неизвестных напали на мужчину. Преступникам удалось скрыться, а вот потерпевший так и не разглядел лица своих обидчиков. В доли секунд я потерял сознание, а потом меня начали затаскивать. Смотрю, в темноту тащат меня. Я начал вырываться, они сорвали одежду, купили майку вместе с железкой, сняли. Где творчество? Ну вот сюда уже дотащили, потому что я помню, что уже стено в основном, где-то вот в этом месте. А ударили что? Ударили? Я даже не знаю, чем они могли ударить. Может быть просто камень, может быть что-то тяжелое. Этого мужчину, скорее всего, ударили бутылкой. Нападавшие сорвали одежду и мгновенно исчезли в темном переулке. Мужчина просто вышел купить сигареты, в итоге лишился одежды, денег, а главное документов на автомобиль, которые лежали в кармане куртки. Они все утащили с собой. Я сейчас все и ходил, смотрел, может быть где-то документы, может быть, вытянуть. Потому что документы по-моему нужны. Заглядеть лица потерпевший не смог. Злоумышленников теперь разыскивает полиция. Еще одно ночное происшествие. В поиски исторической ценности отправился один из калининградцев. Полицейские задержали любителя немецкой старины. Мужчина пытался вскрыть гараж у королевских ворот. Как это было, смотрите в последнем материале нашего выпуска. Этого мужчину поймали прямо на месте преступления. С помощью отмычки он пытался сорвать замок гаража на литовском валу. По словам задержанного, он возвращался с работы. А отмычку рабочие стройки носят с собой постоянно. Я знаю, что здесь как бы старые немецкие постройки. Поэтому думал, что-нибудь немецкое найти. При себе у мужчины оказались перчатки, инструменты и связка ключей. Хороший набор для взломщика. Сам неудавшийся грабитель так не думает. С такими приспособлениями задержанный всегда разгуливал по Калининграду. Оставлять инвентарь на работе ненадежно. Теперь мужчину будут проверять на совершение аналогичных преступлений. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру. Напоминаю, программа «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.50 сразу после службы новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 20.00. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких.